Субтитры сделал DimaTorzok Крежнему стоит поперек Суэцкого канала и поперек горла мировой экономики. Исполинское судно, на борту которого около 20 тысяч стандартных морских контейнеров, носом упирлось в один берег канала и кормой в другой. Причем произошло это в южной части Суэца, где движение одностороннее. Если бы Эвергивен сел на мель ближе к Средиземному морю, движение по водной артерии замедлилось бы, но не остановилось. Еще 6 лет назад была завершена большая реконструкция канала. И тогда на участке в 70 километров появился дублер. Но это севернее Горьких озер. Здесь же дублера нет. И теперь 320 судов собралось в гигантской морской пробке. Стоят, что называется, от Индии и до Гибралтара. Руководитель администрации Суэцкого канала говорит, что работы у судна ведутся круглосуточно. И вроде как успешно. Но когда Эвергивен будет снят с меля, неизвестно. Это гигантский корабль с большим количеством контейнеров. Снять их с помощью кранов не представляется возможным. Разгрузка с помощью вертолетов также сложнейшая задача. Этот инцидент не повлияет на наши отношения с клиентами. Суэцкий канал важен тем, что он на 10 тысяч миль короче других маршрутов и сокращает путь на 15 дней. Мы не потеряем своих клиентов. Канал закрыт уж 5 дней. Теперь это самая длинная остановка движения через Суэц 73-го года. Но тогда канал был линией фронта. Теперь же одно. Правда, огромное судно стоит на пути 15% мирового грузопотока. Уже шутят. Самый несчастный капитан 21-го года. Капитан Эвергивен. Хотя пока капитана контейнеровоза никто не винит. Судно оказалось на милей из-за сильного порыва ветра. Контейнеры на борту стали чем-то вроде паруса. На капитанском мостике в тот момент находились египетские лоцманы. Разгружать Эвергивен пока не собираются. В администрации канала говорят, что это последний и самый нежелательный вариант. Пока тянут и копают. В районе носа судно пытаются сделать дно глубже. Специалисты задействовали дополнительные буксиры. А каждый час пробки обходится мировой экономике в 400 миллионов долларов. Пробка растянулась от Азии и до Европы. Сюда начали ходить маршрутом времен великих географических открытий. Через мыс Доброй Надежды. А это дольше на 12 дней. Уже только от этого лихорадит нефтяной рынок. В пробке у Суэца добрая часть судов – танкеры. Евгений Поддубный и Рубен Миробов. Североафриканское и Ближневосточное бюро. Вести в субботу. Суэцкий канал. Египет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова